Здравствуйте, я Настромо771. Сегодня я хотел бы выполнить тестирование комплексного антивирусного решения QuickHeal Internet Security версия 19.0.0.12.1.1.16 по состоянию на 17 января 2021 года. Тестирование выполняется в операционной системе Windows 10 64 бита профессиональная. Аппаратная часть тестовой машины, процессор FX8350, 16 гигабайт оперативной память, 120 гигабайт SSD. Перед установкой антивируса территория компьютера проверяется на наличие каких-либо опасных элементов до проведения теста дополнительными сканерами. Zimano Antimalva каких-либо опасных элементов на территории компьютера не обнаруживает. Hitman Pro следов заражения системы не обнаружено. Malvaibytes Antimalva версия корпоративная. Выполнялась быстрая проверка. Опасные элементы обнаружены не были. Приступаю к установке антивирусного решения, которое имеет 30-дневный пробный период. Временная регистрация успешно выполнена. Нам дается пробный период до 19 февраля 2021 года. Открываю главное окно продукта. Мы используем пробную версию. Нам рекомендуют приобрести версию постоянную. Информация о продукте. 19.00.12.1.1.16. Версия 64-битная. Обновления в настоящее время уже выполняются. Я не могу их запустить принудительно. Выполняю настройку продукта на максимально возможный детект. Выполнено обновление продукта. Некоторые компоненты для включения требуют рестарт системы. Перед настройкой я выполняю принудительный рестарт. После выполнения рестарта выполняю принудительную проверку обновлений. Новых обновлений нет. Все обновления установлены. Все компоненты антивируса включены, работают корректно на максимально возможный детект. Приступаю к загрузке с удаленного ресурса подготовленных тестовых объектов для тестирования антивируса. Первый архив на загрузку комплексный, состоящий из различных, разобранных по директориям, объектов. Общее количество 5996. Загрузка. Объект загружается в директорию загрузки. Второй архив, накопительный с энкодерами в количестве 12159. Загрузка. И последний архив, накопительный, также с энкодерами, который ведется с января 2020 года. Загрузка. Общее количество элементов в данном архиве 3875. Все архивы загружены и располагаются в директории. Приступаю к распаковке. Первый архив с различными зловредными элементами. Извлекаю. Ввожу пароль. В процессе распаковки начинается обработка, обнаружение и удаление опасных элементов. Выполняю распаковку следующей директории с энкодерами. Извлекаю. Ввожу пароль. И последний архив на распаковку, второй дополнительный с энкодерами. Извлекаю. Ввожу пароль. Все архивы распакованы. Удаляю загруженные архивы. Выполняю принудительную пользовательскую проверку распакованных директорий. Начинается обнаружение и удаление опасных элементов. Завершается сканирование. Проверялось 4139 объектов. Было обнаружено и ликвидировано 1099 элементов и 26 отправлено в карантин. Всего, насколько показывает Detect, было ликвидировано 9309 опасных элементов. Проверяем количество объектов в директориях. Общая директория с различными зловредными элементами. BackDot 10 элементов на остатки. Батскрипты 41 из 43. BotNet объектов нет. Дроппер 3 элемента. Малва 58 объектов. И предупреждение срабатывает. Дополнительный модуль быстрого исцеления, который говорит о том, что имеется опасность, а 2 обнаружено. Пробуем ликвидировать данные элементы. Рекламные модули. Объекты категории новых 34 элемента и вновь сработка дополнительного модуля. Выполняю обработку. Ransom 1 элемент. Угонщики и подложные антивирусы 8. Spyagent 2 объекта. Troian 1 элемент. Troian Crypt. На остатке 13 объектов. Вирусы 12 элементов. Черви 1 объект. Энкодеры. Большой накопительный архив. Блок A. На остатке 270 файлов. Блок B. 370. Второй архив. Блок A. На остатке 166 элементов. Сработка модуля А2. Выполняю обработку обнаруженных опасных элементов. Блок B. 219 объектов. Приступаю к запуску в режиме реального времени оставшихся файлов, начиная с энкодеров. Второй накопительный архив. Файлов остается большое количество, поэтому запуск будет выборочным. Второй объект. Запуск от имени администратора, как и всех последующих элементов. Продолжение следует... Возвращение следует... Продолжение 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 следует... на рабочем столе мы наблюдаем видоизменения у нас многие объекты с рабочего стола исчезли директория с файлами пользователя превратилась в зашифрованный значок пробуем его открыть и мы переходим на страничку рабочего стола эта страница html где нам сообщается о том что имеется некоторое время для того чтобы выполнить определенные действия по расшифровке наших файлов даже выбор языка имеется вот имеется некий файл backup в нем имеется директория с нашими файлами где данные файлы присутствуют тем не менее они имеют повреждения здесь также большое количество объектов подвергалась шифрованию и это уже другой вид шифрования видео объекты подвергались обработки прочие элементы вроде бы целые кроме музыкальных файлов здесь тоже имеется обработанное изображение обработки не подвергались но были перенесены в такую вот отдельную директорию все что было на рабочем столе поместилось туда выполняю полное сканирование системы в данном случае это быстрое сканирование быстрое сканирование выполняется чересчур быстро и все-таки я вынужден применить полное сканирование системы по всей видимости очень ограниченный данный вид сканирования проверяет только основные файлы. Полное сканирование, естественно, займет более продолжительное время. В процессе сканирования происходит системный сбой, компьютер зависает и сбрасывается. Соответственно, завершить процедуру не удается. Что является причиной данного сбоя, сказать сложно. Возможно, антивирус зацепил какие-то объекты, которые являлись системными, он пытался что-то с ними сделать, и в итоге система зависает. Либо зловредные объекты в процессе шифрования, что мы с вами сейчас наблюдаем на экране, дополняя какие-то операции, привели к данному состоянию. В любом случае компьютер рестартовал. После рестарта мы наблюдаем сообщение о том, что наши файлы зашифрованы. ctblog. Ну и, соответственно, здесь можно прочитать информацию. У нас имеется директория backup, где находятся частично элементы с рабочего стола. Часть из этих объектов доступны, часть требует расшифровки, потому что они находятся в зашифрованном состоянии, у них изменены расширения. Это касается объектов категории архивы, видеообъекты частично поражены, документы зашифрованы частично, музыкальные объекты и изображения. То есть выборочно определенные файлы подвергались обработке. Как они попадают в директорию backup, здесь сказать сложно. Возможно, это действие программ-шифраторов, возможно, это действие антивируса, который пытался спасти элементы от шифрования, сделав снимок рабочего стола. Предупреждение о выходе в сеть, я блокирую доступ. Сам антивирус запускается и работает, и внешних признаков повреждения не имеет. Что касается автозапуска, то здесь имеется большое количество программ, которых здесь быть не должно. Очень много элементов, подделки системного и так далее. Объекты, которые уже были зашифрованы, текстовый файл поступал на запуск. То есть имеются элементы, которые прописали себя на автозагрузку. Что касается директорий на диске C. Здесь ситуация такая же. Архивы частично имеют измененную структуру. Видеообъекты доступны. Документы частично зашифрованы. Музыкальные объекты частично подвергались обработке другим шифраторам. И фотографии. Здесь практически все файлы зашифрованы другой системой шифрования, в отличие от файла, расположенного в директории на рабочем столе. Здесь тоже сложно сказать, кто этот файл, собственно говоря, создал. Имеется еще один файл с сохраненными элементами рабочего стола. Но здесь уже ограниченное количество, только запуск антивирусных элементов. Будут ли они работать, проверим в процессе запуска. Что касается данных комода Killswitch, то можно наблюдать присутствие большого количества зловредных элементов, работающих в системе. Подделка системного Svhost, два объекта и так далее. Пробую удалить объекты из директорий запуска. Все файлы легко удаляются. Никакие зловредные элементы в данный момент из этих директорий не работают в режиме реального времени. Пробую выполнить сканирование системы при помощи дополнительных сканеров, если они запустятся. Если нет, то мне придется загружать их дополнительно. Завершается сканирование. Zimano Antimalva находит на территории компьютера 10 опасных элементов. Исполняемый объект. Trojanvin32 Byload. Program Date. Пользовательская директория. Update Local Temp. Также исполняемый объект. Нарушенный процесс. Evirusvin32 Vorniak. Расположился в Program Files 86. Mr. Sokaban. Svhost. Подделка системного. Ransomware. VIN32 CryptoLock. Располагается в Program Files 86. Ваши файлы. Svhost.exe. Evirusvin32 Generic. Своя директория в Program Date. Backdoor. VIN32 Dark Comet. Располагается в директории Windows. Исполняемый файл. Program Files. Директория VMWarey. Драйвера. Появляется библиотека Virusvin32. Элемент был создан зловредным объектом. Объект Svhost.exe. Пользовательская директория. Молва. VIN32 Generic. Ransom. VIN32 CryptoLock. Директория Windows. Объект исполняемый. И последний элемент. Скрипт. Пользовательская директория. Trojan Generic. Hitman Pro. Находит на территории компьютера 31 опасный элемент и 55 следов. Работающий и поступающий на запуск из темпа. Исполняемый объект. Молва. Вариант Grafter. Работающий и поступающий на запуск. Исполняемый объект. Молва. Вирлок. Програм Дейт. Своя директория. Исполняемый. Подделка системного. Trojan Generic. Програм Файлс. Мистер Сокобан. Исполняемый объект. Не работающий. Библиотека. Update Local в темпе. Молва. В пользовательской директории исполняемый элемент. Trojan Creepack. В пользовательской директории исполняемый объект. Вариант. Урси. Поступающий на запуск, но не работающий элемент. Из директории Windows. Рансомвари. Trojan Ransom Cerber. Поступающий на запуск и работающий в настоящее время. Из программ Дейт. Исполняемый элемент. Trojan Versiclone. На диске C Malva располагается. Исполняемый объект. Вирлок. Пользовательская директория. Temp. Исполняемый элемент. Trojan. Кюрвар. Update Roaming Windows. SV Host. Подделка системного. Рансомвари. Мсил. Рансомвари. Сисвов 64. Исполняемый элемент. Trojan. Р. Сисвов 64. Исполняемый объект. Молва. Вирлок. Сисвов 64. Исполняемый. Trojan. Дженерик. Директория. MCSoft. Emergency Kit. Сканер. Trojan. Дженерик. Файл был поврежден. Смсс. Экзе. Системный. С директории Windows. Троян. Даунлада. Свхост. Экзе. Судебные решения. Коллегии судебных приставов. Появляется вариант. Трансомвари. Молва. Программ Дейт. Исполняемый объект. Вирлок. Молва. Программ Дейт. Вирлок. Вирлок. Программ Дейт. Исполняемый. Вирлок. Программ Дейт. Вирлок. И далее у нас идут объекты. Trojan. Дженерик. Вирлок. 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 Дженерик. Дженерик. Свхост. Экзе. Подделка системного. Поступающий на запуск и работающий. Вариант. Рансомвариант. Программ Дейт. Майкрософт. Аккаунты пользователя. Исполняемый элемент. Вирлок. Молва и байты с антимолва. Завершает сканирование. Обнаруживает 40 опасных элементов. Смотрим результаты по категориям. Все объекты, кроме некоторых, являются опасными. Один потенциально нежелательный. Trojan. Майлпак. Trojan. Агент. Рансом. Trojan. Агент. Троян. Вирлок. Троян. Севсис. Троян. Агент. Рисковарис. Пайсофт. Троян. Майлпак. Агент. Биткоин. Майн. Агент. Ситибилок. Троян. Севис. Агент. Биткоин. Майн. Директория биткоин. Майн. И процессы в памяти пошли, которые работают сейчас. Майлпак. 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 Вирлок. Агент. Вирлок. Агент. Троян. Майлпак. Дальше тут регистрационные ключи. По итогу выполненного тестирования, я считаю, что запускать батскрипты смысла уже большого нет, так как антивирус в настоящее время навряд ли сможет исправить ситуацию, показав какие-то действия над скриптами. В настоящий момент система серьезно заражена различными зловредными объектами. Здесь не только работали трояны-шифраторы и пытались зашифровать и перешифровать объекты. У нас распространены и другие опасные элементы на территории компьютера. Работали вирусы, трояны. И в общем-то большое количество сейчас находится в памяти и работает в режиме реального времени. Несмотря на тот факт, что антивирус активно работал в течение всего тестирования, с момента загрузки опасных элементов, распаковки, объекты действительно удалялись достаточно быстро, что соответствует названию антивируса «быстрое исцеление». Антивирус постоянно реагировал на работу со зловредными объектами. Это было видно. Постоянно появлялись всплывающие уведомления о том, что он работает с файлами, что он пытается с ними что-то сделать, обезвредить, удалить, запретить доступ и так далее. Также запрещал переход на веб-страницы. В общем-то активная деятельность антивируса налицо. Тем не менее, несмотря на все положительные моменты в работе продукта, в работе компонентов, которых достаточно много подключено в системе данного антивируса, зловредным элементам удалось выполнить свои зловредные функции и нанести фактически непоправимый вред компьютеру, потому что его очистить будет скорее всего невозможно, потребуется переустановка системы. Так как зловредные объекты распространились внутри и просто очисткой исправить систему на 100% будет уже невозможно. Повреждены системные файлы в том числе. На этом тестирование завершается. С вами был Настромо771. Благодарю вас за внимание. До свидания.